Напомню, на календаре 13 декабря, среда, вы смотрите «Утрость репортера», мы продолжаем. Подведены итоги российского конкурса, всероссийского конкурса «Декан года». И победитель этого конкурса сегодня у нас в студии. И это Андрей Александрович Павлушин, декан инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета, председатель Ульяновского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Андрей Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Естественно, сразу поздравляем. Спасибо. Это, ну ладно, прям сложно было. Это же конкурс. В чем заключался конкурс? Конкурс, да. Как всегда, конкурс нужно подать заявку, а вот составить заявку – это самое основное. То есть заявка предполагает не просто написать, что есть, а что уже громадный объем работы, что до этого. То есть сам конкурс-то это понятно, там отправил заявку и ничего сложного нет. Нет. Вот все показатели – это многолетняя работа факультета, многолетняя работа коллектива. Ну и оценили, я думаю, по достоинству. А сколько претендентов было, знаете? Более тысячи было заявок, ну там несколько номинаций, это конкурс предполагал, и мы прошли. То есть наш факультет… О чем писали? Ну похвастайтесь немножко. Ну хотя бы, я понимаю, все, не перечислим. Основные критерии, по которым оцениваются номинанты, это такие показатели работы факультета, как остепененность. То есть сколько кандидатов, сколько докторов наук на факультете реализуют образовательные программы. Это качество поступаемых к нам студентов, то есть с каким баллом, средним баллом ЕГЭ приходят к нам абитуриенты, выбирают наш факультет. Это участие преподавателей в грантовых программах, сколько мы зарабатываем денег на научных исследованиях. Это количество аспирантов, количество защищенных диссертаций за отчетный период там устанавливается. То есть сколько докторских. У нас вот в 23-м только две докторских защищены на факультете и одна кандидатская. То есть это достойный результат такой. Публикационная активность. То есть очень много показателей, таких комплексных, которые оценивались. Причем в удельном, в удельные показатели они оценивают работу коллектива. Ну и личные достижения декана тоже оценивались. Что было из личных достижений, вами упомянуто? Расскажите. Личные также это общественная работа, это вообще достижения уже персональной кандидатуры соискателя премии, декан года. То есть те же критерии, только уже непосредственно кандидатуре. А вообще, то есть, получается, учитывается такая комплексная работа на факультете, а все сливки снимает декан. Совершенно верно. Вы сказали все правильно. Награждает одного, а за дипломом, за медалью стоит труд всего коллектива. А вы первый раз вообще подавались? Да, конкурс довольно молодой, он шестой год проводится, и первый год я решил. Но там еще требования есть, чтобы кандидатам они отработали не менее, по-моему, семи лет в должности декан. А, то есть до этого вы просто не могли бы так? Нет, мог, но как бы все равно еще сомневался. Должно прийти время, да? Всему свое время. Вот оно пришло, да? А в Ульяновске за эти шесть лет были победители? У нас были победители по номинации «Профессор года», то есть вообще это конкурс, профессорское собрание проводят ежегодно, вот шесть лет они уже проводят, и там есть номинации «Ректор года» по университетам, то есть аграрные, технические, педагогические. Есть номинация «Профессор года» также в различных направлениях, и есть номинация «Декан года». Насколько я знаю, до этого были победители в номинациях «Профессор года». Например, прошлый год профессором «Года России» стал мой научный руководитель, научный консультант, он наш заведующий кафедрой агрархиотехнологии машинобезопасности и деятельности, это профессор Курдзюмов Владимир Иванович. Ну и, наверное, вот его... Посмотрели, подумали, а почему бы мне не попробовать, да? Да, я уже подал на «Декан года». А вообще, когда подавали, вот вы как свои оценивали возможности? Как вы считали, вы надеялись на победу? Честно, было сложно сказать, оценить даже. У нас в России, я посмотрел, более 130 университетов осуществляют подготовку по техническим наукам. Это то есть прямые конкуренты, с кем я... И такие топовые университеты, как Бауман, МГУ, МИСИС, ИТМО, то есть все университеты участвовали, и то, что наш аграрный университет, наш инженерный факультет стал лучшим, ну это большая заслуга и коллектива, ну и наши деканаты в том числе. А вообще, действительно, такой момент, что как бы есть такие узкоспециализированные вузы, заточенные на технорей, а здесь вроде бы аграрный, но развивается инженерный факультет. Может быть, это тоже сыграло? То есть... Да, ну мы много, конечно, но у нас факультеты уже как бы исторически так сформированы и имеют очень длительную историю развития. Мы регулярно обновляем и программы образовательные, совершенствуем подготовку инженеров, вот это вот все дает положительные плоды, в том числе вот на таких общественных конкурсах, общественные признания. А вот как вот награждение было? Есть для того, чтобы вручали? Да, вот скажешь, как это было? Да, награждение проходило в Доме правительства города Москвы с участием министра науки и высшего образования Фолькова, с участием министра просвещения, ну и еще были в правительство, по-моему, тоже там были у нас такие уже высокопоставленные люди. То есть, внимание, конкурсу на серьезном уровне проходило, много очень было людей, ну и награждение, наверное, часа три, наверное, шло даже по времени. Да, там прерывались награждения, то есть по различным номинациям и прерывались выступлениями о том, какая ситуация в высшем образовании, то есть мы параллельно еще обсудили все проблемы и куда нам дальше идти. Поместили приятное с полезным. Да, совершенно. Получилась такая дискуссионная площадка еще. Да, да, да. Ну мы же не можем просто получить награду и уйти, нам же надо еще и поговорить. Болели, наверное, за вас все сотрудники? Ну, я уверен, что да, и все рады, конечно, и ректор первый поздравил, вот, с кафедры, с деканата, конечно. А что вот именно для вас было самым сложным, вот, во всем этом периоде, так, не знаю, может, задания были личные, которые нужно было выполнить или нет? Ну, сложно, как бы, показатели я знал, его, как бы, посмотрел уже несколько, года два-три назад я увидел, какие показатели, то есть сложно было, наверное, вот, выстроить ту работу, чтобы именно факультет работал как единый механизм, и мы закрывали все эти показатели. Но это показатели не только вот конкурсы, эти показатели, они оцениваются при проведении мониторингов университета, при проведении аккредитации, то есть мы целенаправленно их выполняем и показываем, что мы эффективный факультет, эффективный университет, То есть мы работаем в этом направлении. А, кстати, вообще сейчас продолжается вот этот, наверное, всплеск интереса к инженерным специальностям. Потому что одно время был провис, потом начали, видимо, понимать, в технические профессии молодежь пошла. Соответственно, сейчас как? Мест хватает на всех желающих? Или серьезный конкурс? Ну, мест прибавили нам в этом году, уже министерство выделило дополнительные места на все инженерные направления, в том числе и на наш факультет. В этом году мы на очное отделение приняли 126 человек. То есть это где-то на 20 больше, чем вот прошлый год, в сравнении с прошлым годом, если мы посмотрим по потребности, по востребованности инженерного образования рост продолжает. Причем такой динамический стал всплеск, правильно вы отметили. Буквально вот на этой неделе мы совместно вот с творцом нашим творчества детей и молодежи проводили очень интересное мероприятие. Проффорсайт – это именно по популяризации инженерного управления. То есть приглашали старшеклассников, где-то более 300 человек, по-моему, посетило наше мероприятие. И также мы приглашали представителей наших промышленных предприятий. Они озвучивали зарплаты. Зарплаты очень хорошие. Там 60-65, вот средний по Авиастар – это вот приборостроительный завод. То есть сейчас уже выстраивается цепочка хорошая такая, что школьник, университет, предприятие. Это очень важно. Если раньше мы приходили в школу и говорили, давайте поступайте к нам, будете инженером, это круто. А дальше непонятно что. То сейчас наши предприятия стали работать вместе с нами, и они говорят, что поступайте вот на инженерный факультет, вы получите специальность инженера, дальше у вас все трудоустройство без проблем. То есть здесь уже такая полноценная связь. То есть еще, грубо говоря, там старшеклассник может понимать, кем он будет. Он сразу может видеть, где он может реально работать. Он видит работодателя, он уже с ним может обсуждать какие-то вопросы, нюансы и прочее. Абсолютно так. Вот сейчас мы на все практически площадки по выбору дальнейшей профессии приглашаем работодателей. Да, ведь вопрос всегда такой, а где потом работать? Кем потом работать? Сейчас уже у школьников образование, как бы ушел вот этот тренд, который был несколько лет, он сформирован, что мне нужно просто высшее образование. Коротко такая, да? А там дальше разберемся. Да, вот. Сейчас это ушло, сейчас уже нужна конкретика выпускникам, и это хороший такой показатель. Ну и плюс, наверное, сами предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах. То есть они готовы их ввести, предоставлять площадку для практики, для, я не знаю, может быть, даже подработки какой-то? Да, и стажировки, и практика, и ранние трудоустройства. Где-то начиная с второго, с третьего курса практически все предприятия сейчас пришли уже на программу раннего трудоустройства. То есть это трудоустройство на неполный день, там либо два через два выстраивается, с таким образом, чтобы они могли совмещать и учебу в научном отделении и уже развиваться как специалисты. Сами студенты как отзываются об этом, что вот есть возможность и учиться, и уже работать? Не сложно ли? Не просят там, а давайте пары отменим там? Ну, те, кто хотят и учиться, и работать, они могут все успевать. Вот много таких примеров, когда студенты очень активны, причем они успевают и там в КВЭ не участвовать у нас, и все успевают, и работать, и учиться хорошо. То есть главное желание от студентов, ну, а кто ищет... Кто не хочет, те ищут причины, или почему у меня не получилось, и что нам нужно помогать. Студенты как-то поддерживали вас? Вот вообще говорили же наверняка тоже, естественно, что вы участвуете в конкурсе. Да, конечно, у нас актив, студенты, очень хорошие, талантливые ребята. И сейчас вот у нас на факультете самоуправление, студенческий деканат, ежегодно обновляется. Вот в этом году первый курс пришли, очень активные. Первый курс, наверное, всегда очень активный, когда приходят. Ну, да, ну, вот прям эти вообще как-то не выделяются, они все хотят всем заниматься. Сейчас вот буквально с тут осень прошла наша, участвовали, все активно приехали очень много даже болеть, не просто, не только участвовали, но и поболеть, и то это. Ну, а поддержка такая, конечно. Ну, и в том числе, да, за декана, конечно, переживали. Тоже рады. Вообще, кстати, не поменялся процент, все равно мальчишек больше идет. Ну, да, у девушек у нас где-то процентов 10-15 поступает от набора. Ну, как-то есть вот их больше становится с каждым годом? Или вот на одном уровне так и держится? Наверное, на одном, да. Вот лет пять назад появился скачок. Да, это вообще мало было девушек. Единичные штуки были на факультете, да. Сейчас вот держится где-то 10-15 уже на протяжении, может быть, 3-4 года, пока такого второго скачка нет. Ну, вообще, они от мальчишек же не отстают. Нет. А где-то даже наверняка обгоняют. Даже лучше, конечно, и с трудоустройством. Они также устраиваются на заводы, на инженерные должности, и работают довольно эффективно. А вообще, вот это вот, ну, по факту, получается, вся вот эта выстроенная система нацелена, наверное, на пропаганду, на продвижение, на создание такого положительного имиджа уже рабочих инженерных специальностей. Ну, в том числе, да, и это также работает. Ну, и вообще, это популяризация, наверное, вузов даже больше здесь. То есть показать, какие университеты, наверное, на более высоком уровне находятся. То есть какие в них... То есть это же как общественное признание. То есть, получается, эти конкурсы вот такие подобные показывают, что университет не просто живет, а он динамично развивается. И он соответствует, ну, всем критериям, как сегодня есть современный. Ну, и все-таки, ну, по факту-то, середина декабря, можно же уже какие-то итоги подводить. Вот вы по поводу кандидатских, сказали, защищенных в этом году. Что еще можно отметить из достижения этого года? Ну, вот буквально неделю назад у нас хорошая очень новость. Наш ученый, инженерный факультет, стал обладателем гранта Российского научного фонда. Это впервые у нас вообще в истории университета такой грант именно фонд получили. То есть там на два года по два миллиона, по-моему, финансирования. Очень интересная тема по измельчению кормов, подготовке кормов. Ну, достойный результат тоже, серьезный. То есть это фундаментальное исследование, почему я говорю впервые, потому что мы в основном занимались, конечно, прикладной наукой. Малые лаборатории, которые работают на именно фундаментальную чисто науку. Ну, вот у нас такое появилось. Классно. Можно порадоваться. Вообще гордость большая, да. Ну, и студенты у нас становятся также. Вот у нас стал студент обладателем премии Ежевского. Это тоже очень хорошая такая награда. Среди инженерного сообщества, где оцениваются именно конструкторские компетенции студентов. То есть вот он стал лучшим в России. В общем, и студенты, и деканы. И студенты, да. Куча всяких наград. Ну что ж, тогда хочется пожелать вам, чтобы всегда только по восходящей, только на развитие, чтобы и студенты, и преподаватели, да, и деканы, и все-все-все, у всех, чтобы все получалось. Спасибо большое за интересную беседу. Еще раз поздравляем с победой. А телезрителям напомним, что этим утром у нас в гостях был Андрей Александрович Павлушин, декан инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета, председатель Ульяновского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok